Первый заместитель главы Светлана Яровая доложила собравшимся, что одним из показателей оценки эффективности деятельности является сокращение недомки по неналоговым платежам. Это аренда земельных участков и аренда муниципального имущества. На текущий момент заключено 2556 договоров аренды земельных участков, плата по которым составляет 338 млн 215 тыс. рублей. За шесть месяцев текущего года количество таких участков, предоставленных в аренду, увеличилось на 131, что привело к увеличению арендной платы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 12 млн. рублей. С целью пополнения доходной части бюджета запланировано проведение торгов на право аренды. Торги будут проходить в последнем квартале этого года в форме аукциона. Такое в Анапе будет проводиться впервые. Целевое назначение участков различно. Индивидуальное жилищное строительство, многоэтажное жилищное строительство, курортное назначение и другие. Сейчас в реестре 15 земельных участков. Эта цифра, по словам Светланы Яровой, будет увеличиваться. Вице-мэр поделилась о ближайших планах до конца 2013 года. Привести в порядок реестр муниципальной собственности, исполнить программу приватизации, проэкспертизировать имущество, сдаваемое в аренду, подготовить пакет документов для регистрации имущества коммунального комплекса совместно с предприятиями, которые делают работу. Самая интересующая и самая сложная тема, по словам Светланы Яровой, это самовольное строительство. На 1 августа администрации подано 34 исковых заявления на снос капитальных объектов, 83 на снос временных конструкций. Вот он, Владимирская Шевченко. 80% квартир продано. Он Харитонову в лоб сказал, люди придут к вам, требуют воду и электричество. И они придут. И за них станут правозащитники, которые скажут, вот администрация ничего не делает. Нет, дорогие друзья, делаем. И сегодня, если такую позицию не занять, ничего у нас не получится. Все будет продолжаться, как продолжаться. Мы уничтожим она. Просто как город-курорт и как город. Отчет продолжила Яна Дуплякина, курирующая вопросы экономики и финансов. В рейтинге муниципальных образований Краснодарского края по темпам роста основных экономических показателей за 6 месяцев 2013 года город-курорт занимает 24 место. В сравнении с итогом 5 месяцев текущего года она попаднялась на 4 позиции. Управлением экономики и инвестиций совместно с отраслевыми управлениями администрации разработан проект программы социально-экономического развития города-курорта на периоды 2017 года. По итогам первого полугодия в группе территорий с курортно-туристской специализации она позанимает первое место по совокупности экономических показателей в сфере развития и поддержки малого и среднего предпринимательства. Сотрудники Управления экономики и инвестиций совместно с налоговой инспекцией провели два рейдовых мероприятия на рынке Центральный на предмет выявления граждан, занимающихся незаконно предпринимательской деятельностью. Из 89 торгующих 62 не имели подтверждающих документов. Очередной отчет перед анапчанами держал Михаил Баюр. В 2013 году сельскохозяйственными культурами занято 91,2% все площади пашни. Для сравнения, в 2012 году использовалось 77,5%. Для максимального использования земель сельхозназначения проводятся плановые и внеплановые проверки в рамках муниципального земельного контроля. В течение первого полугодия проведено 58 проверок. 27 собственников земельных участков привлечены к административной ответственности за неиспользование или ненадлежащее использование земель. В Анапе продолжают активно привлекать к работе добросовестных инвесторов, которые занимаются возрождением и развитием виноградарства и виноделия. В малых формах хозяйствования успешно развивается садоводство. Ежегодно производится более 2000 тонн плодов. Вся продукция поставляется в здравнице Анапы. За последние три года посажено 35 гектаров молодых садов. За первое полугодие приобретено новость сельскохозяйственной техники на сумму 10,5 млн. рублей, что выше аналогичного периода 2012 года на 3,3 млн. рублей или на 45,8%. Основной задачей, отметил Михаил Баюр, в этом году будет создание на территории города-курорта Анапа оптового рынка для местных сельхозпроизводителей. Глава Анапы Сергей Сергеев, заслушав отчет, отметил, что до сих пор многие участки стоят заброшены. И здесь задачей для управления сельского хозяйства и для сельских глав искать хозяина и просить возделывать землю. Если нет хозяина, обращаться в суд с заявлением о признании ее безхозяйственной.